Добро пожаловать в нашу студию. Давайте начнем, наверное, разговор наш в первую очередь с того, как вы лично сами оцениваете создание международного финансового центра Астана и какие функции он будет выполнять. Да. Ну, прежде чем начинать, мы должны знать, что в мире, тем более финансовом мире, ничего просто так не делается. Это все рассчитывается, это все так. Почему сейчас возник такая идея, как будто на ровном месте вдруг мы становимся финансовым центром. Я бы сказал, что это не вдруг. Астана уже как столица где-то 17 лет уже вырос до какого-то в экономическом аспекте, в политическом аспекте стал центром, будем говорить, что Евразийского экономического союза. И вот сейчас уже мы с 2010 года таможенный союз, а в 2012 года начали Евразийский экономический союз. В нем финансовый центр как бы подразумевается, что будет в Астане. А к этому мы сейчас сегодня, ну, надо честно сказать, что Астана не готов. А чтобы быть готовым, мы должны стать финансовым центром регионального и даже мирового масштаба. Для этого есть все основания. Первое. Банковская система Казахстана сейчас на европейском уровне. Это признают все наши партнеры и даже европейские страны. Она, конечно, сегодня концентрирована в Алмате, она тоже будет работать. Но Астану для Евразийского экономического союза мы должны поднять до, ну, требуемого уровня. Поэтому этот вопрос, в принципе, и возник. Второе. Что к этому и предшествовало, и почему мы? У нас будет экспо 2017-й. И будет создана такая мирового масштаба инфраструктура, которая обеспечит работу выставки. И когда вот эта вся инфраструктура, все эти обслуживающие устройства, связи и вот это даже здание, которое будет построено, чтобы их значение после экспо как бы не потерять, мы должны быстро заполнить вот эту нишу. Чем? Сейчас финансовым миром. Вот финансовый мир должен признать Астану, не только Алмату, там Лондон, Сингапур, Дубай. Мы должны знать, что Астана не только столица какого-то евразийского экономического там союза, Казахстана, среднеазиатских стран, что он центр. Он и как финансовый должен центр быть. Для этого мы должны уже сегодня начинать эту работу. Поэтому Астана был выбран как региональный финансовый центр. Отлично. Ну, известно, что при формировании, точнее, при создании вот этого центра международного финансового, не был изобретен велосипед, то есть использовалась готовая финансовая модель. Это Дубайский международный финансовый центр. Почему именно он? Он чем-то схожий? Ну, здесь как можно сказать? Конечно, если взять мировые финансовые центры, это, естественно, Нью-Йорк, Лондон, Токио, такие страны. Но у них сложились вот это как бы уже сложившиеся связи, которые раньше были. А вот Дубай, он возник как бы на ровном месте. Каким образом вот Дубай, ну, среди песков, среди такого медпромышленности, да, и вдруг только на нефти и газа построили такой финансовый центр. Это новый подход, это инновационный подход по созданию финансового центра. Сейчас многие страны, вот особенно европейские, да, с немногочисленным населением, они там, если посмотреть, нету такого обрубленного промышленности, нету такого там сельского хозяйства, да. Они, вот, например, Швейцария или там Люксембург, вот такие, Бельгия, да, масштабе какого, как наши страны, они львынью долю, где-то 30-40% своей валовой внутренней продукты создают на финансовых операциях. Имея богатство, ты, они его финансируют, инвестируют в развивающие страны, развитые страны, другие страны, и получают от него дивиденды и прибыль. У Казахстана сейчас все есть возможности вот так работать. Поэтому мы Дубай приняли как новый метод привлечения и построения финансового центра. Это новейшая история сегодняшнего финансового мира. Если мы, как они там работали, но здесь нужно иметь в виду, хотя это новое, но работает по традиционным законам, английским законам, потому что его признает весь мир. И Дубай работает по английским законам. И мы должны построить такой финансовый центр, чтобы всем было понятнее. Не со своими там каким-то новым выдуманным правилам, а установим все во всем мире правила, мы должны работать. Это для нас, конечно, новое, но раз сумели в одном месте, почему бы его не сделать в таком регионе, где еще, ну, есть многие возможности роста. Поэтому мы выбрали дубайский метод построения там финансового центра. Ну, тем более гораздо проще, да, уже идти по наработанной клее. А скажите, вот, да, вот удалось, если сравнить, хорошо, да, Эстана будет создаваться по модели Дубая. Какие преимущества, вот яркие, выгодные, экономические, финансовые преимущества заполучила Объединенные Арабские Эмираты? Да. Ну, они чем? Они привлекали инвестиции. Ну, как бы условно сказали, что никаких налогов нет. Ну, если точнее сказать, налог на прибыль отсутствует там. Это очень большой фактор для приезда инвесторов и работать там, а полученные прибыли ты уже не на местах налог на прибыль не платишь, а вывозишь себе откуда-то и прибыль. Дивиденды огромные можно получить по сравнению с другими финансовыми центрами, да. Если мы тоже такие же меры будем принимать, инвесторы будут заинтересованы при езде. Но есть некоторые отличия. Например, вот Всемирный банк, у него есть Международный банк реконструкции и развития с огромными средствами, работает вместе с Международным валютным фондом. И они работают как бы по правилам европейских или американских, да. Мы всегда должны подстраиваться им, да. У них там своя валюта, свои резервные валюты. Мы всегда должны к ним как-то прислушиваться. Китай сейчас огромный возрос. У него доля в Международном валютном резервах, ВПВ, огромный вырос. И создал свой альтернативный Международный банк инновационного развития. Естественно, Евразийский экономический союз во главе с Россией мы быстро стали членами вот этого нового банковского центра. И теперь вот получается две огромные центры, и между ними сателлиты как будто филиалы. Там Сингапур, Токио, Шанхай или там Дубай, который вы сказали. И в этом отношении в центре находится Астана. Почему бы не развивать вот эти два огромных финансовых центра, как бы объединить? Потому что сейчас, если вот так посмотреть, весь мир уже вот этой сетью финансовых ресурсов уже обеспечен. Как бы затянут, да? А вот центральный азиатский регион, страны Средней Азии, Южной Азии еще не дошли до такого уровня финансового развития. А это новые возможности, новые ресурсы, новые прибыли. Поэтому, если мы Астану доведем до действительно логического уровня, возможности роста здесь будут огромные. А можно уже спрогнозировать, какие преимущества Казахстан получит, казахстанская экономика? Так, ну... При создании, при хорошо работающей вот этой вот финансовой системе. Ну, я бы сказал, вот Дубай какие преимущества получил? После финансовых ресурсов сюда, это уже новые рабочие места, новые здания, новые финансовые инфраструктуры, да? После финансовых ресурсов сюда придут торговые предприятия. Огромный центр. У нас, тем более, мы вот этот западный Китай, западная Европа, инфраструктуру восстанавливаем. И Жбек-Жуло, шелковый путь восстанавливаем. И здесь все возможности есть. Тогда мы наши ВВП, ну, валовый внутренний продукт, можем увеличить не только за счет производственных возможностей, которые тоже, само собой, важны. Сегодня он занимает 45 процентов, а услуги занимает 55 процентов. А в развитых странах, вот этот промышленность, он занимает где-то 30 процентов, а 70 процентов услуги. Но из этих 70 процентов услуг, львыни доля 30-40 процентов занимает финансовые услуги, которые у нас еще не развиты. Ну, естественно, в Алмате и есть, она в какой-то мере себя мы обеспечиваем. Но в Евразийском экономическом союзе есть возможность увеличить вот эту долю рынка. У нас будет работающих много в этом отрасли. У нас будет многие аспекты решать именно в этом. У нас будет возможность финансировать наши и Евразийского экономического союза инвестиционные проекты. У нас будет возможность сбора финансов. У нас будут огромные фонды здесь. Инвестиционные банки, инвестиционные фонды будут здесь. Это, естественно, прямой путь к развитию экономики нашей страны. Это очень привлекательно, да. Но вообще вот инвесторы, пришедшие в Казахстан, получат, об этом известно сейчас, большие привилегии. Это и послабление налогового режима, и льготы по получению виз. Прямо такие довольно интересные условия. Как Вы считаете, насколько привлекательны они для инвесторов будущих, да, и выиграют ли обе стороны? Ну, я здесь могу сказать вот так. Свободные экономические зоны привлекательны для иностранцев. Там действительно освобождены от многих налогов, да, и льготы многие есть, преференции все есть инвестиционные. Но они почему не так в некоторых местах не работают? Потому что инфраструктура еще не доведена до логического, до необходимого уровня. А если мы вот этот экспо 2017, почему нам и после, мы говорим, финансовый центр будет в 2018 году, после экспо. Во время экспо мы вот эту инфраструктуру все создадим. Мы вынуждены создать. Потому что сейчас выделяются огромные средства. Мы привлекаем многие страны. Вот эту инфраструктуру, связи, транспорт, вот эти телекоммуникационные связи, космические связи, они все будут уже, даже платежные системы, может быть, мы создадим, которые альтернативные к международным. Может быть, свои, да. Ну, это, как бы, ближайшие. Может быть, вот эта китайская экономика, российская экономика, евразийская экономика, все будут концентрированы у нас в Казахстане. Для этих моментов, когда инвестиции сами приходят, это новые рабочие места, это новые науки, новая постановка вопроса, это новые кадры необходимости. Это требуется, и это дает нам развитие Казахстану. Поэтому, если мы дадим даже стопроцентное освобождение от налогов на прибыль, да, ну, другие налоги все равно они будут платить, ну, в смысле, если там работающие или другие, а вот налогов на прибыль, она в двухкратном, трехкратном размере вернется из-за того, что эти инвестиции к нам придут, инфраструктуру будет восстанавливать. Ну, в Казахстане уже предпринимались попытки создать финансовый центр в Алмате несколько лет назад. Да. Вот давайте оценим... Я считаю, что Алматинский финансовый центр свои задачи выполнил. Почему? Потому что это вот в тот момент, когда, ну, после распада союза и финансовые связи были потеряны, и финансирование вот этих международных инвестиционных институтов должны были обеспечить какой-то финансовый центр. И, естественно, мы выбрали Алмату, и там вот все наши банки, вот это 38 банков, международный банк реконструкции развития, европейский банк, азиатский банк, все они имеют свои филиалы и работают сегодня в Алмате. Он выполнил пока масштабе нашей республики и вот среднеазиатской регионы, будем так говорить, да? А вот когда мы стали Евразийский экономический союз, масштаб и рынок увеличился, это 175 миллионов, это по сравнению там с 30 или 35 миллионами, которые в Казахстане или там среднеазиатский регион, да, если их полностью включить, где-то 60 миллионов, а тут три раза больше. И поэтому новый уровень требуется. Алматинский финансовый центр будет помогать восстановлению, как-то восстановлению Астанинского финансового центра. Для этого вот наши, в первую очередь, конечно, естественно, на нашей банке, наши финансовые институты приведут свои основные, ну, финансовые ресурсы, филиалы, структуры и на готовых инфраструктурах, которые будут на Экспо 2017 и воспользоваться этим, будет развивать вот этот общий мировой финансовый центр. Я здесь могу даже предположить, что господин Христенко, это как-то председатель правительства комиссии Евразийского экономического союза, как-то омолвился, что Москва будет как бы центром таким организационным Евразийского, а финансовым центром Евразийского экономического союза будет Астана. Мы должны быть к этому готовы. Отлично. Спасибо вам, что рассказали о своем мнении. Спасибо вам за время. Да. Я напомню, мы беседовали с экономистом, кандидатом экономических наук Сапарбаем Жубаевой. Мы обсудили то, каким будет международный финансовый центр Астана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова